Всем огромный привет! Меня зовут Татьяна. Я рада видеть вас у себя на канале. Я поддалась всеобщему помешательству на YouTube и решила тоже снять тег, какой я рукодельный подписчик. Автором данного тега является Ксюша Арчи. Ссылка на ее канал я оставлю под этим видео. И у нас 20 вопросов. Начнем. Первый вопрос. Сколько каналов у вас в подписках? Есть ли предел? Я посмотрела. У меня в подписках почти 80 каналов. И я думаю, пределы есть. Скорее всего, не больше сотни каналов я буду оставлять, потому что физически ты не успеваешь просто просмотреть такой большой объем видео и часто пролистываешь, допустим, то, что тебе не особо интересно. И в какой-то момент появляются такие каналы, которые тебе становятся неинтересными. Я просто периодически отписываюсь от них. Так что, да, пределы есть. Важно ли для вас, сколько подписчиков у блогера? В общем-то, нет. Не очень важно. Скорее, главное, какое наполнение у канала. Потому что, даже если у человека там 2-3 видео всего лишь на канале, но уже видим потенциал, то однозначно стоит подписаться. Какие видео вам более всего интересны? А мне чиновки покупки не считаются. Мне интересно видео о готовых работах. О том, что уже связано, сделано, когда показывается там, допустим, на себе, если это одежда какая-то, да. Вот такие видео люблю. Ну, я люблю еще очень много видео смотреть на тему фотографии. Ну, так как у нас вроде как текта рукодельный, да, то, наверное, видимо, к этому не относятся. Вопрос номер 4. Писали ли вы хоть раз негативный комментарий? Насколько помню, нет ни разу не писала. Пятый вопрос. Ставите ли вы дизлайки? Почему? Да или нет? Да, дизлайки ставлю очень редко, но редко, скажем так. Если человек ведет себя в видео как-то не очень, может быть, адекватно, если это каким-то образом идет принижение других людей, какой-то ужасный сарказм или что-то в этом духе, оскорбление других, то обнезначен будет дизлайк, ну, если я не пройду мимо, скажем так. И если видео действительно очень плохо снято, хотя претендует на какое-то очень полезное, скажем так, видео с полезной информацией, но не рассмотреть, не услышать что-то такое невозможно. Вопрос номер 6. Для вас самое важнее получать лайк или комментарий? Комментарий, скорее всего, да, комментарий, особенно если в видео задается для зрителя какой-то вопрос. Если я что-то спрашиваю, мне интересно мнение знать, то, конечно, мне полезнее будет комментарий, чем лайк. Если это просто какое-то видео, там я снимала, допустим, отчетное видео с каких-то мероприятий, то для таких, я думаю, лайк вполне достаточен. Вопрос номер 7. Вас бесят шуршание пакетиков? Нет, не скажу, что бесит, но, думаю, будет хорошо, если в таких видео момент именно шуршания перекрывать мышечкой, например, уже будет не так плохо, скажем. Вопрос 8. Есть ли такие блогеры, у которых, по вашему мнению, незаслуженно мало подписчиков? Ну, незаслуженно это сколько? Нету миллиона подписчиков? Все же, все количество подписчиков, оно же нарабатывается постепенно, скажем так. Возможно же сегодня открыть канал, а завтра у тебя будет тысяч подписчиков. Нет, поэтому столько подписчиков, сколько, насколько ты реально наработал на данный момент, я думаю, так. Вопрос 9. Важно ли для вас видеть блогера в кадре? Очень важно. Я не могу практически смотреть видео, когда нет в кадре человека, особенно видео, как теги и какие-то болталки. Ну, можно, конечно, такие видео посмотреть, допустим, когда ты сидишь и вяжешь, ну, только слушаешь. А если ты сидишь вот именно смотришь, то хотелось бы, да, все-таки человека в кадре видеть. Вопрос 10. Нравится ли вам видео с юмором, приколами, отключенными разговорами и т.д. Или должно быть все по бумажке четко, кратко и по теме? Я люблю видео, в принципе, и такие, и такие. Потому что, если ты там снимаешь какой-то влог, то, да, можно там что-то и повеселить, похохотать и что-то такое сделать. Если ты делаешь мастер-класс, ну, тогда лучше все коротко, четко и по теме. 11. Вы бы хотели узнать жизнь блогера за кадром? Что именно было интересно? Да, я думаю, такие видео были бы интересны, но если их не размещать очень часто на канале. То есть, ну, если это не твой канал, как это, влоговые каналы просто о жизни, да, где каждый день там ты рассказываешь, что у тебя произошло, это одно. А когда у тебя рукодельный канал, то все-таки твой контент это рукоделие, а не твоя жизнь. Поэтому какие-то изредка влоги вполне возможно быть. Вот. Что было бы интересно? Что было бы интересно? Интересно было бы, например, все мы живем в разных городах и даже в разных странах, да, издальщицы. И просто показать, например, там окрестности, где ты живешь. Было бы очень интересно. Или там какие-то, ты перголиваешься по городу, или ты зашел вот в какой-то магазин пряжи. Одновременно же тоже будет, да, видео про жизнь и про рукоделие. Вот что-то вот в таком духе, я думаю, вполне могу быть. Вопрос номер 12. Вы любите смотреть блогеров, у которых по одной работе в процессе или несколько? Ну, это вообще, по-моему, никакой роли не играет. Хоть 10 процессов, хоть один. Главное, чтобы был блогер интересен для тебя. Тринадцатое. Фон съемки важен для вас? Я не скажу, что это самое главное, самый главный какой-то критерий, по которому я буду или не буду смотреть видео, но фон, конечно же, важен. Гораздо приятнее смотреть, когда человек действительно на каком-то хорошем фоне, да, нет там ничего лишнего, никуда ничего не торчит. Ничего не отвлекает внимание от блогера в кадре. Сегодня, кстати, я сделала вот такой оригинальный фон. Это плед бабушкиной, который я показывала в одном из видео про фамилии и ценности рукодельные. Я оставлю ссылочку обязательно на этот плейлист под видео, можете посмотреть. Если мало видео про работу моей бабушки, так вот как раз за мной висит вязаный крючком плед. По-моему, он отлично подписался сегодня в роли фона. Вопрос номер 14. Если блогер не выкладывает долгое время видео, вы отпишетесь? Если очень долгое время, я думаю, больше там полугода, наверное, да, отпишусь. Пятнадцатое. Вам нравятся длинные или короткие видео? Мне нравятся и такие, и такие видео, как вот уже у многих девочек я слышала, кто отвечал на этот текст. Когда ты сидишь, вяжешь и у тебя, скажем так, этот будет длительный процесс, да, то гораздо проще включить длинное видео, слушать его и вязать. А когда у меня там, допустим, есть несколько минут, пока я пью, там, чай сижу, да, и я хочу посмотреть что-то коротенькое, я бы хотела посмотреть коротенькие видео. Но не очень люблю, когда вроде как бы про что-то такое рассказывают, про что можно уложиться рассказать в небольшой промежуток времени. Но растягивается все на очень долгое видео с чем-то отвлеченным, скажем так. То есть видео у нас там, допустим, про одно, одна тема заголовок видео, а видео куча-куча еще всего другого, чего вроде как бы ты не хотел слушать, а хотел прослушать про то, что в заголовке. Шестнадцатый. Будете ли вы смотреть видео о вышивке, которую уже вышли сами? Ну, перефразируем на вязание, по вещи, которые вы раньше уже связали. В принципе, да, почему нет, мы же каждый вяжем все равно по-своему, да, даже если нам всем дать описание одной вещи, мы все равно каждый свяжем ее по-своему, в своей цветовой гамме, в какие-то свои фишечки туда присоединим и получится совершенно другая вещь. Да, смотрела бы. Семнадцатый вопрос. Какое еще видео вас сильно впечатлило и почему? Сложный вопрос. Даже не знаю сейчас, как без подготовки вам сказать. Первое сейчас, почему-то что вспомнилось, видео Кати Кадыровой, когда она снимала про вышивку, про балерину. Я сейчас не помню, то есть, какое вот именно там видео, я просто вот помню этот кадр, да, перед глазами, как она показывает эту вышивку и какой там вообще объем работает, и я была вообще очень впечатлена, что такое, такое большое, такое огромное, такую красивую картину можно вышить. Да, пусть это будет Катина видео. А еще, вот если из нерукодельных, потому что тоже вот, что она приходит на ум, я смотрю канал Марины Бояркиной, она снимает видео про себя, про жизнь, они путешествовали, она фотограф, они снимают для фотостоков, и у нее очень много вот такой интересной и полезной информации, и она очень классно снимает ролики и их монтирует. И у нее где-то, ну, в этом году было видео, они снимали по поводу того, как работает на фотостоках, такое шуточное видео, но очень было классно снято, прям, все как надо, там, по сценарию, все задумка, все очень, в общем, очень классно было снято, мне очень понравилось. Поставлю вам ссылочку на это видео, смотрите. Вопрос 18. Вы согласны с выражением, кому не нравится, пусть не смотрит? Ну, скорее всего, да, потому что это же выбор вас, да, смотреть на видео или не смотреть, вас никто не принуждает это делать. Поэтому, если вам интересно, да, смотрите, если нет, значит нет. Вопрос 19. Каким был по счету этот тэп для вас? Ну, не знаю, честно говоря, не помню, ну, наверное, второй, третий или четвертый, наверное, так. 20. Дайте самой себе совет, обещания или пожелания в рукодельном или блогерском плане. Через год посмотрите видео, очень интересно, забылось или нет. Пожелания? Пожелания, да, я себе дам. Я все-таки открываю второй канал с уроками вязания. И через год хочется видеть его очень активным каналом с большим количеством подписчиков. Ну, хотя бы давайте дам себе такую в планку в 5000. Да, не знаю, ну, пусть будет 5000 через год. Посмотрим, что получится. В другом каком-то плане обещания или что-то я... У меня есть, конечно, план, есть выдумка, касающаяся взяния рукоделия, но я все-таки не буду ее озвучивать, потому что если получится, то получится, вы узнаете. Но если нет, то нет, чтобы не было расстройства, если не вышло. Так, ну, в общем-то и все. Все 20 вопросов закончились. Надеюсь, вам было интересно. Вы попили чаю, попили кофе, повязали под это видео или что-то еще поделали. Спасибо вам за просмотр. Если понравилось, да, можно лайк поставить, а можно и дизлайк. Кому не понравилось, я сейчас отношусь к этому гораздо проще. Все. До новых встреч, до новых видео. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok